Медведи Ну что ж, начинаем второй тайм чаковские медведи против Акбузат, город Уфа. И уфимцы сразу же начинают очень результативно свою первую атаку во втором тайме. Да, ну в начале второго тайма пользуемся некой заминочкой команд. Пока они разогреваются. Хочу поздравить нескольких наших известных людей в гонболе. 3 сентября в 60 лет исполнилось знаменитому тренеру краснодарскому Александру Викторовичу Фролову. Поздравляем его от всей души. Воспитал очень много хороших, известных гонболистов, в том числе и своего сына Олега Фролова, который в составе чеховских медведей стал обладателем европейского трофея в 2006 году. Здоровья пожелаем тренеру. Ну и работать, работать и воспитывать еще новых звезд гонбольных. И также 4 сентября исполнилось 64 года нашему самому на сегодняшний день медийному и такому серьезному женскому тренеру в мире Евгению Васильевичу Трифилову. 64 года. Поздравляем от души. Также он еще является вице-президентом Федерации гонбола Российской Федерации. Желаем плодотворно работать. Здоровье это однозначно, да. И плодотворной работы на благо российского гонбола. Да, да. Присоединяюсь, Артем, к твоим замечательным словам. Отличные специалисты. И продолжение отличной работы на нашем гонбольном непростом поприще. Да, тем временем Акбуза сокращает до минимума преимущество чеховских медведей. Да, Сергей Кузьмин в быстром отрыве забивает 16-й мяч у Фимцев. Как мы и предполагали, на площадку у нас вышел Дима Киселев, Тимофей Масленников. Почему-то не видим мы Диму Санталова на левом полусреднем. Продолжает играть его же Косоротов. Видим Киселева на правом. Видим, что заменил Александра Котова Дмитрий Киселев. Сейчас он на правом полусреднем. Поднимается до Котова стяжка. Гол. Да, опять же отметим работу Лидейного. Увел он хорошо второго игрока. И на место второго игрока ворвался Кирилл Котов. Булкин, Макаров, Буш направо на Петрова. Хорошо стянули. Абсолютно 1-6 Петров. Да, разыграли, конечно. Но большинство. Большинство, да, разыграли очень хорошо. Но большинство надо уметь еще в чем разыграть. Конечно. Как мы знаем с тобой. Да, одно время и Медведи испытывали очень большие проблемы с большинством. В меньшинстве играли всегда шикарно. А вот с большинством у нас были проблемы. Итак, позиционная атака Медведей и Киселев. Нет, вяжет его в центре. Ну, сближается сейчас Дима. Нет, мы ждем Дмитрия Киселева. Ждем шикарных бросков сзади. Как он умеет. И очень хитрый сброс он в линию. Вот этого, да, Артем? Мы ждем. Продемонстрировал он сейчас очень наглядно. Выпрыгнул 9 метров и очень точно и сильно положил мяч в ворота. Повтор выпускает фото. Опять же, посмотри. Отсек, как Андреев полностью. Полностью. Ну, там они боролись с Федиско. И абсолютно один был Киселев. Абсолютно свободный бросок. Переводом в дальний. Буш, Макаров. Вскрестные перемещения играют уфимцы. Буш. Булкин на край. И вот уже Чернов с края забивает. Глеб Чернов с левого края. Да, пятый мяч. С любых позиций забивает сегодня Глеб. И вновь. И вновь. Дима Киселев. Да. Сейчас обыграл он один в один своего оппонента. И с 7 метров забрасывает свой четвертый гол в этой встрече. Два он забил с пенальти в первом тайме. И уже за 4 минуты второго тайма забивает два мяча. Я просто до сих пор не могу понять, почему Чернов оказался на левом краю и забил, как Заправский левый крайний. И вновь Чернов. Посмотри. Издевательский. Да, он так подкрутил. Поймал свою игру, конечно, Глеб. И делает, можно сказать, творит, что хочет. Да, Аочхань хорошо открывается под мяч. Задняя линия его команды видит это и пользуется. Появился Санталов, Дмитрий, на левом полусреднем у Медведей. Неудачный пас Кирилла Котова. Киселев справа. Играет на Остащенко. Своевременный вход Рома Остащенко. Да, защита в зоне. Немножко сначала замешкал с пасом Дима Киселев, но потом исправился. Отдал мяч Роме. К тому времени уже, конечно, подбежал защитник. Да, но все равно... Только 7 метровый. 7 метров защита площади ворот. Киселев. Подбор Киселев. Роман Сураев сейчас стоит у Атбузата. Да, бывший Спартаковец. Но Спартакем был в аренде, как бы, теоретически. Ну, он проиграл один сезон, по-моему, в Спартаке. Да, да, да. И вот сейчас он первый бросок Киселева, вот видите, отбивает. Но тут же его подбирает Киселев и в левый низ забивает, не промахивается. 21-19. Не отпускают у Фимца Медведей. Булкин. Булкин. Макаров. Активно сейчас Александр Котов выдвинулся так. За 9 метров Остащенко. Тоже выдвинулся. Ну, заставляют, да, заставляют навесные пасы отдавать. Мяч летит долго и защита успевает перемещаться. Забивает Павел Булкин. Первый гол сегодня свой. Справа полусреднего ворвался. И вот уже 21-20. Опять один мяч. Да, на правом краю у Медведей Тимофей Масленников. 38-й номер. Заменяет он Дмитрия Корнева. Отдал. Ой, какой пас, да. Какой исполнение. Какой пас, такой гол. Согласен, согласен, Артем. Шикарный пас и очень техничное завершение от Маши Андреева. С задней камеры было бы хорошо видно, если бы показали, как Котов увел игроков. И абсолютно один Андреев оказался. Но если покажут, вернемся обязательно к этому моменту. Акбузат в атаке. 22-20. Кузьмин, Булкин, Буш. Продолжает ходить мяч у уфимцев. Но... Чернов на Буша ворвался в линию. Ну и тогда Буш спокойно дали подойти и бросить наши защитники. Подошел, посмотрел, прицелился. То есть никто не помешал. Первые 15 минут первого тайма. И вот сейчас снова заявляет о себе. Позиционная атака Медведей. Спокойно расставились. Котов с Санталовым. Котов выпускает теперь Санталова. Санталов, Киселев. Раскидывает пока мяч. Андреев отсекает. Снова пас в линию. Ну, сейчас 9 метров, да. Показывает Паша, что держит его. Просит 2 минуты, но... Чего не было, того не было. И вновь Киселев, да. Уже шестой мяч. Дима Киселева. В этой встрече. Повтор. Вот Андреев. Вовремя тоже подстянуло его... Не своего игрока. Сдержал, да, Андреев 2-го и 3-го игрока защиты. И не успел центральный выйти на бьющего Дима Киселева. Чем и воспользовался наш правый полусредний. Да, потихонечку вливается в игру чешских медведей Киселев. И будем надеяться, что к моменту следующей субботней игры в Лиге Чемпионов он уже, так сказать, в полной мере поймет кухню медведей. Вкусит ее, так скажем. Да, да, да. Ну и вот маленькие хитрости от Павла Андреева. Подставился он. И две минуты получает Павел Булкин. Видимо, нарушил он как-то правила. К сожалению, не увидели. Да, обратили мы внимание на результативную игру в защите Паша Андреева. Тем временем, да, Павел Булкин нарушил. Ну вот сейчас, опять же, очень хорошая работа в большинстве медведей. Ну да, грамотная Киселев выбрал позицию. Сначала так немедленно подбежал, подошел, рассчитал, где ему надо находиться, через сколько, чтобы не успели защитники сомкнуться. И вот сейчас повторяют нам эпизод. А, помешал? Нет, это был Чернов. Так мы не увидели, да, кто же нарушил правила. Как же Булкин там чем насолил судьям. Да, ну, видимо, мимо бежал и, может быть, обронил пару крепких слов. 9 метров разыгрывает Чернов. Меняют вратаря на 6-го полевого игрока у Финцы. В очередной раз и снова до Чернова. И снова Глеб Точин. Сейчас Тюкаев отличную передачу на Чернова делает в центре. И Глеб вновь 7 мячей уже забросил. Да, ну треть команды, всех мячей команды забил Глеб Чернов. Котов с Андреевым. Киселев на Масленникова и, да. Ну и Тимофей, да, очень технично завершает результативный свой бросок. Да, в перерыве показывали мы ролик про него. Тимофей у нас байкер. Да, но сказал, что будет с этим завязывать. Потому что очень опасно. Я думаю, тренер не очень доволен, да, этим его хобби. Он не очень доволен, да, я знаю это. Но Тимофей сказал, что все-таки травмоопасность довольно-таки высокая. Высокие риски. И все-таки с мотоциклами надо будет завязать. У него и так хватает рисков получить травмы на площадке. Конечно, конечно. А тут еще и такой экстремальный вид спорта. Да, гонбол очень контактный вид спорта. И травмы очень часто преследуют игроков. Премьер Максим Струшинский, который сейчас у нас в лазарете находится, чеховских медведей. Да, но Максим восстанавливается потихонечку. Я думаю, что скоро мы его должны увидеть. Ну, думаю, к следующему домашнему матчу. Это будет 18 сентября. К нам в гости приезжает Волгоградский Каустик. Если я ничего не путаю, дорогие друзья, кстати, смотрите расписание полное на нашем сайте. Также на сайте Федерации Гонбола России. И на наших сайтах ВКонтакте и в Инстаграм. Также можете приобретать билеты на все матчи, матчи Лиги Чемпионов, Чемпионата России. В кассах 20 спорта Олимпийского. И также на сайте гонбольного клуба Чеховские медведи. Заходите, приобретайте лучшие билеты и лучшие места. Да, приходите. Очень много призов в перерыве. Шикарная программа в фойе. Понравится и детям, и взрослым. Всех ждем. Роман Цураев отражает бросок Кирилла Котова. Капитана Чемпионовских медведей. И 25-22. Вот еще раз повтор. Ну, немного три мяча. Да, вот в порядке вратари сегодня у Уфы, да, заметили мы? Да, да. И в первом тайме у нас Николай Костенко шикарно отработал. И вновь Чернов. Чернов паучка, так скажем, убил. Точно в девятку заряжает. Восьмой свой мяч сегодня забивает он. Тащит он, тащит он уфимцев на себе. Плюс отрабатывают, конечно, голкиперы. И медведи не могут оторваться. Да, вроде бы кажется, что медведи должны, да, уже там, начало второго тайма, учитывая свой опыт, да, уже не скажем, что это молодые ребята. Ну, и статус. Да, и статус чемпиона в России. Вроде бы должен, как, какое-то преимущество, вроде, делать. Воплотить в жизнь уже, да, так, чтобы мы видели. А тут очень как-то все очень на тоненького, прям как с игрой в Таганроге. Не хотелось бы. И причем, вот смотря на медведей, уверенно ведь играют. Уверенно, да. Да, ну, говорю, все расставят по местам первый матч в Лиге Чемпионов. Посмотрим, как наши ребята будут там играть. Очень титулованный соперник у нас. Поэтому расслабляться нельзя. И, конечно, надо сейчас отрабатывать все то, что готовили к Лиге Чемпионов. В предсезонных сборах. И Буш у нас забивает. Да, продолжает, продолжает бомбить. То Лидейный, то Чернов, то Буш терзают нашу защиту. Два мяча, 26-24. 15 минут второго тайма уже позади. Уже 16 минут. И Игорь Карлов выходит на позицию разыгрывающего. Кирилл Котов у нас садится на скамейку запасных. И посмотрим, что же предпримет чеховцы сейчас. Санталов. Вяжется, да, вяжется Дима. Вяжет его Буш. Который визуально-то даже поменьше. На порядок, да. Да. Киселев уходит, пытается сбросить в линию. Попадает в ногу защитнику. Да, но Карлов подбирает мяч, сохраняет он мяч у чеховских медведей. Ох, чуть не перехватил сейчас. Масленников. Сергей Кузьмин эту передачу. Свистят линию Масленникова. Быстрый отрыв у Финцев. Буш. Макаров. Кузьмин. Все, захлебнулась контратака. Да, но сохранили мяч. И стоит в позицию, да, у Финцы. Меняется Зяблов на Булкина. Кстати, Зяблов прошлый сезон провел, прошлый даже, по-моему, два сезона, провел в Сгалу в Саратове. И перед началом этого сезона перешел в Агбузат. Петров. Там 9 метров. Ну, конечно, вот, я посмотрел, почитал интернет. И радует то, что и трансферную политику проводят не только ведущие клубы, да, Спартак, Медведи, Нева. Проводят также, покупают каких-то новых игроков. И команды с меньшим бюджетом. Да, но в основном идут покупки игроков, да, и переходы игроков из клуба в клуб чемпионатов в России. То есть, в принципе... Ну, пока еще, да, пока еще не способны мы покупать иностранцев, да, и, в принципе, мне кажется, этого не надо. Надо развивать своих. Потому что слишком каких-то суперзвезд мы не купим. А покупать среднячков, на мой взгляд, не стоит. Вот сейчас у нас в этом сезоне появились в чемпионате два таких западных легионера. Спартак провел закупки некие. Купил право полусреднего из сборной Черногории. Купил вратаря из сборной Кипра. Но вратарь очень хорошо себя проявил на суперкубке. А правый полусредний пока не влился еще в состав. И показывает игру ту, которую от него ждут руководство клуба и тренера. 27-24. Три мяча. Чеховские медведи. Удаление у команды от Бузат. Макаров грубо сыграл против Андреева. Видели мы на повторе, прям за футболку, очень откровенно. Ну и вновь меняют галкипера на шестого полевого игрока у финцы. Никуда не торопится. Время удаления капает, тикает. И Булкин, Булкин. Да, вот сейчас очень хорошо. Проскачал так. Молодец. И вновь теряемый мяч. Нет, там Остащенко проатаковал, но... Не свистнули 9 метров или не было 9 метров, но... Не свистнули, значит, не было. Непонятно. Так, вышел у нас на площадку у финцев Никита Тюкаев. Левый полусредний. Да, справа Дмитрий Киреев. На прампу в среднем появился сегодня у гостей. И в центре сейчас Павел Булкин. Тюкаев. Да, затянули со свистком что-то судьи. 9 метров. Чернов разыгрывает. Тюкаев. Булкин пытается обыграть Остащенко 1 в 1. Не получается. Уже третий 9-метровый. Да, сейчас уже будет есть... Оп, в игрока. Ну, да, тут в игрока. В игрока подставился здесь Игорь Карлов. Очень грамотно. Не бегут почему-то наши ребята в быстрый отрыв. Видимо, установка такая тренерская. Отрабатывать позиционное нападение. Видимо, я вам скажу, что, видимо, устали, наверное. Ну, мало ли. Не должны, да? Да, не должны. Судя по скоростям этого матча, не должны. Санталов слева. Карлов Киселев. Киселев выпускает Карлова и очень хорошо. Крест, да. И Игорь в карман очень точно бросил. Абсолютно бессилен был Роман Сураев. Еще раз повтор, да. Очень точно, посмотри, как попал прям практически не берущийся мяч в карман. И очень хороший коридор, получается. Справа получился, да. Киселев на себя вытянул. Аж двух игроков. В полных составах. Медведи и Акбузат. Макаров с двух минут вышел. Пас на Чернова. Ну, там перехват. Не доходит, да. Перехват. Сейчас Саша отработал у нас Котов в защите. Меняется на Киселева. И вновь не торопимся выбежать. Быстрый отрыв. Замена у нас идет. Появляется Альберт Гумаров вместо Романа Остащенко. Да, второй номер чеховских медведей левый крайний. Заменяет он, как мы уже сказали, Максима Стружинского, который сейчас восстанавливается. И посмотрим, доведут ли сегодня мяч до Альберта Гумарова. Вот он на ваших экранах был. Я думаю, что доведут. Любят медведей. Все-таки молодым ребятам. Особенно вот Альберту. Конечно, надо дать почувствовать. Уверенность. Но пока еще Дима сам не забил. Поэтому я думаю, он ждет своего шанса. Получил у нас травму. Грубо сыграли против Игоря Карлова. Ну, там надо, конечно, смотреть. Да, ну, две минуты, наверное, красной. Такого, конечно, не было. Это не специально, естественно. Глеб Чернов получает две минуты. Одного из основных игроков сейчас удалили. У уфимской команды. Тяжело им будет играть нападение без Глеба. Карлов получает мяч. Да, ну да. И по шее, и тут и в челюсть задел. Да, конечно. Две минуты, да. Чистые две минуты. Не более. 28-25. Три мяча преимущества Черновских медведей. И очередное большинство в исполнении нашей команды. Да, Владимир Саманович Максимов дает еще указание. Пока тишина такая есть. Возможность сказать команде. Подсказать. Не понимаю, с чем связана сейчас заминка. По-моему, редко, когда увидишь во время матча Владимира Максимова, сидящего на скамейке. По-моему, я даже не видел никогда. Всегда он в движении. Как бы ни протекала игра. Постоянно живет игрой. И большинство Санталов, Накарлова, Киселев. Индивидуальный обыгрыш пошел и забивает. Уже, по-моему, восьмой мяч сегодня. Да, восьмой мяч Дмитрия Киселева. Очень результативную игру выдает Дима сегодня. Итак, у нас тайм-аунт. Команда Кбузат. Город Уфа. Послушаем. Команда Кбузат. Команда Кбузат. Команда Кбузат. Команда Кбузат. Команда Кбузат. Команда Кбузат. Вместе. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok александр петров шестой мяч тоже кстати 7 метров и он свои исполняет четко александр петров как известный актер александр петров такой молодой как как так но дала с кинематографом слава богу дмитрий санталов в центре вяжет его муж 3027 вновь цифра 3 у нас это на тобой и владимир саманович максимов дает карточку на тайм-аут и тайм-аут чехские медведи а 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 и а 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 2 минуты Дима Санталов получает? Да, за наводку. И на 10 секунд мы остаемся вчетвером. Ну, не появлялись у нас на площадке сегодня в составе Медведя только Алексей Стельмах и Никита Каменев. Сейчас повтор предыдущего момента. Спорный момент. Ну, и уфимцы реализуют большинство в двух игроков. Александр Петров седьмой гол забивает. И в пятером сейчас Чиновские Медведя. Да, уже в пятером. Кто выйдет у нас на площадку? И скорее всего это Роман Астащенко. Чуть не потеряли. Все-таки два мяча. Разница всего. Немножко нужно быть повнимательнее нашей команде. Василев вяжется. Сейчас уже судьи, я думаю, поднимут руку. Пассивно мы проводим свою атаку. Веселев. Оп, ноги, да, и Уфа бежит. Быстрый отрыв. Буш, Петров, Васильев вяжет Буша. Полторы минуты остается. Замены пошли. Это уже даже не смешно. Два мяча и уфимцы имеют шанс сравнить. Булкин, да. Мяч. Павел Булкин сокращает до мяча. До одного мяча разрыв. Еще раз повтор. В этом матче 30-29. Я не пойму, что сейчас сделал Дмитрий Киселев. Он просто отошел и дал возможность свободно бросить. И вполне интрига вновь заиграла в этом матче. Остащенко слева. Котов. В меньшинстве Медведей еще 10 секунд. Остащенко. Там открывался Васильев. Поднята рука арбитра. 4. 4. Да, уже передача осталась. Все. Санталов. В большинстве мы Санталов. Ой, в равных составах, прошу прощения. И что сделали сейчас? 4 передачи ведь должно быть после атаки. Я не понял, что сейчас свистнули судьи. Продолжение следует...